Известна ли вам Зубова поляна? Общество. 23 мая 4. Известна ли вам Зубова поляна? Большой отклик у читателей вызвал материал из предыдущего номера, посвященный торжественному приему в пионеры на Красной площади. В комментариях люди писали о нахлынувших воспоминаниях о счастливом советском детстве, о пионерских лагерях, кружках, искренней дружбе. Но нашлись и те, кто заподозрил организацию в показушничестве и формализме, дескать, ну, свезли, ну, повязали, а дальше-то что? Намекая, что в следующий раз о пионерах вспомнит равно через год, перед проведением следующей линейки. Развеять сомнения скептиков могут пионеры из разных уголков нашей Родины, например, из Зубово-Полянского района Республики Мордовия. Слышали ли вы когда-нибудь о местечке Зубово-Поляна, рабочем поселке в Республике Мордовия? Прямо скажем, от Красной площади далековато. Центральные телеканалы сюда без особых поводов не приезжают, поэтому сложно заподозрить, что 300 красноголстучных пионеров собрались на торжественной линейке 19 мая, чтобы произвести на какого-то впечатления. И тем не менее обладателями гордого звания пионера в 97-ю годовщину со дня основания пионерской организации имени В.И. Ленина стали более 100 школьников Зубово-Полянского района Республики Мордовия. День пионерии и Зубово-Полянские коммунисты вместе со сторонниками всегда отмечают, как они сами говорят, памятно. Пионерская организация здесь уже 6 лет существует на базе средней общеобразовательной школы номер 1, поэтому неудивительно, что в этом году торжественную линейку открыла заместитель директора по воспитательной работе Инна Витальевна Балашкина. Работа с пионерами здесь базируется на советских традициях, как и десятки лет назад, ведут работу вожатые, собирается совет отряда, решает вопросы совет дружины. Стать вожатым отряда можно начиная с 7 класса, разумеется, для этого нужно проявить себя и в учебе, и во внеклассной работе. Обязанностей много, от проверки учебников, все ли в обложках, не щиркают ли в них юные пионеры, до помощи в учебе, которая в школе подходит очень ответственно. План работы пионерской организации имени Героя Советского Союза ИГ. Парамонова серьезный документ с календарно-годовым планированием. Который утверждает лично директор МБУ Зубово-Полянская СОЖ номер 1 Наталья Элеодоровна Колдырина. Если ознакомиться с содержанием, видно, насколько тщательно вся работа расписана, начиная с 1 сентября и по конец мая. Ответственные за выполнение и классные руководители, и заместитель директора по воспитательной работе, и педагоги-предметники учитель рисования, учитель ОБЖ. Становится понятно, чем заняты дети в свободное от уроков время. Зубово-Полянские пионеры – постоянные участники акции «Мой двор, моя забота», «Мы вместе против табака». На регулярной основе проходит школьный смотр пионерских уголков. В продолжение советской традиции проводятся рейды, например, Чистюли или Чистый берег. «За каждым отрядом есть закрепленная территория, которую пионеры помогают содержать в порядке», рассказала директор школы Наталья Элеодоровна. «Еще одно направление деятельности акции – помощь людям с ограниченными возможностями спешить и делать добро, в поддержку пожилых милосердия стучится в наши сердца или ветеранов. Ветеран живет рядом. Причем помощь дети оказывают вполне реальную, тимуровскую. К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны у нас уже нет», поделилась Наталья Элеодоровна, но есть другие ветераны, к которым пионеры приходят, помогают по дому, по хозяйству. «Мы живем в поселке, поэтому мальчики, например, помогают пожилым людям скопать землю на огороде. Большое значение придают в школе и духовно-нравственному развитию. Директор уверена, что воспитание должно быть не только в семье, но и в школьных стенах. В течение года организуются сборы дружины, посвященные определенным историческим датам или людям. Например, в прошлом году в конце сентября проводился сбор, посвященный 75-летию победы в Курской битве, а в апреле дружина собиралась в честь Ивана Григорьевича Парамонова, своего земляка, героя Советского Союза, получившего это звание посмертной замужества и героизм, проявленные при форсировании Днепра. Ветеранам дети не только помогают по хозяйству, но и делают своими руками поделки, маленькие памятные подарки, которые особенно могут порадовать одиноких пожилых людей. Ежегодно пионеры принимают участие в конкурсе инсценированного чтения отрывков о Великой Отечественной войне и выбирают лучшего вокалиста на конкурсе инсценированной песни. А завершает учебный год зубово-полянских школьников, любимая многими поколениями советских детей военно-спортивная игра «Зорница». Кстати, вступление в пионеры – дело абсолютно добровольное. Например, в этом году, по словам директора, более 90 детей приняли решение вступить в организацию, в то же время несколько детей воздержались никаких принуждений и санкций здесь нет и быть не может. Действительно, в наше время, когда школы стали местом оказания педагогических услуг, педагоги, которые заботятся не только о бумах, но и о душах подрастающего поколения, действительно стали редкостью. Между тем, сохраненные усилиями активистов, проверенные не одним поколением традиции, должны сегодня возвращаться в школы, и должны дети помнить своих земляков-героев, знать их имена, понимать их подвиги. 19 мая на торжественной линейке, обращаясь к местным пионерам, первый секретарь комитета Мордовского республиканского отделения ЛКСМ Александр Александров выразил надежду на то, что ребята будут со всей отдачей работать на благо своей родины и смогут изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону. Всегда поступать по совести – вот один из основных принципов пионера. Ваше будущее в ваших руках. Боритесь, дерзайте, действуйте. Юлия Жумакбаева